Сейчас вообще не стоит говорить о том, насколько нужен чемпионат или не нужен чемпионат. Сейчас стоит перед украинским баскетболом задача выжить. Другой задачи перед украинским баскетболом на сегодняшний день нету, потому что интерес к нему катастрофически упал и в связи с войной, и в связи с теми событиями, которые были с халатностью генеральных менеджеров клуба, с халатностью суперлиги. Поэтому сейчас нет какой-то невероятной разницы между чемпионатом. Семь команд или восемь команд. Потому что в любом случае этот чемпионат за пределами баскетбольной общественности никому не интересен. С другой стороны, конечно, больно терять точки. Днепродзержинск, где есть болельщики. Запорожье, где зал ходил на зрелищный баскетбол. Рэнди Калпеппер и все такое прочее. Гаверла, где нет сильной футбольной команды. Но я бы отметил тут даже не только приват, потому что сегодня мы сталкиваемся с проблемой пяти клубов. Но это ведь не конец. У нас есть еще другие клубы проблемные. У нас МБК Николаев, который последние годы финансировался по большому счету государственной компанией. Насколько корректно, когда сегодня в условиях войны государственная компания финансирует баскетбольный клуб. Пусть даже это будут не легионеры. Пусть даже это будут украинские игроки. Насколько это корректно. Опять-таки, государственные заводы ОПЗ. Ну, Химик там отдельная история. В Южном есть предпосылки считать, что Химик будет существовать еще несколько лет. И никакой угрозы его ликвидации не будет. Но сегодня, если, например, клубы привата покинут чемпионат, у нас будет шесть команд. Уйдет Николаев пять. У нас уже ушли Азовмаш, Донецк, Кривбас. И далеко не факт, что они вернутся. Потому что важный момент, что они ушли не просто как основные команды. Они ушли полностью всей структурой. Вместе с детской школой, детским направлением, юношескими командами, какими-то дублями. От клубов вообще ничего не осталось. Остались какие-то школы некоторые.